У нас в гостях королева всего, самая прекрасная женщина по мнению всех и две ее прекрасные дочери, Оксана Самойлова. Я сама ни разу в жизни не покупала себе краски. Сегодня будет этот день. По стилевому, по уличному одеты. Одеваемся просто как проза, полные бомжары. Я вообще ничего не разрешаю брать, она просто ворует. Потому что мама тоже мои берет. Я? Да. Нет. Там было 60 тысяч человек и случилось землетрясение. Дорогие друзья, всем прекрасного добрейшего времени суток. У нас сегодня с вами НИ Шоппинг. И сегодня очень волнительный лично для меня выпуск, очень необычный выпуск для нас всех. Почему? Потому что у нас в гостях королева всего, самая прекрасная женщина по мнению всех и две ее прекрасные дочери, Оксана Самойлова. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Ой, ну вы, во-первых, очень красивые. Спасибо. Во-вторых, мы сегодня в полном составе, наверное, потому что мы поздно снимаем и кому-то надо спать. Есть такое. Ну, значит, детям больше достанется. Вы рады здесь? Да. Отлично. Значит, приступим к шоппингу. Начнем с стенда детского. Как у нас проходит вообще весь процесс? К нам приходят люди, и у нас происходит шоппинг. В процессе я что-то задаю, какие-то вопросы, мы что-то обсуждаем, говорим про стиль вообще, про то, как культуру вы знаете. И я еще про кроссовки рассказываю историю, ведь это самое прекрасное, что делает в них ценность. У нас специально мы начали с детского стендика, потому что надо выбрать детям, которые дома сегодня у нас, я считаю, или это будет некрасиво. Но мы уже выбрали. Это кому идет? Давиду? Это Давиду, да. Ему прям вот идеально, под ножку. Это просто его стилек. Это Тревисы Оливки в детском размере, они выглядят прекрасно, и я думаю, если у взрослых они тоже есть, а сегодня они могут появиться у нас. Чтобы сделать покупку, надо бросить в нашего сотрудника вещь, которую вы выбрали. Ну, аккуратно. А как попасть? Надо куда-то? Как попасть? Так, значит, да. Что бы вы выбрали Майи, верно? Вот что ей понравится? Мне почему-то вот как-то вот это больше. Что ей нравится вообще? Высокие кроссовки, низкие? Это Майя. Ей ничего не нравится. Ей нравится все старое. Нет, ну вот тут хотя бы цвет динозавра присутствует. Да, вот тут нет, это как будто бы такая пасть динозавра открытая. Так, похоже на динозавра, да? Волшебный выбор, ну, у каждого свое видение, ну да, вполне себе динозавр. Да, динозавр. Так, на Майя вот эти тогда. Тогда тоже бросок. New Balance. Девочки, вы знаете про бренд вообще что-нибудь? Расскажите, что знаете? Ну, я просто знаю то, что носят New Balance, по-моему, либо какие-то вот эти, либо какие-то их тут не эти. Да, вот эти тоже. Какая-то вторая пара есть из Найков, ну, Форсы, как обычно все. Вот эти белые. Я, кстати, знаю про них то, что они одни из самых удобных крафтов. Это абсолютно верно. И так как вы по-любому много занимаетесь спортом, то можно взять какую-нибудь пару просто для спортивных целей. Вот эти, кстати, тоже очень стилево выглядят. Мне кажется, вообще сумасшедше будут выглядеть. Точно, я же хожу на падл. Берем? Еще, берем. Да. Для падла идеально. Я сам брошу. Тут у нас представлены, наверное, культ человека, который и в музыке находился, и при этом с Найком успел поработать. Это, конечно, не Кеннивест, который создал новый силуэт вообще в обуви под брендом Adidas. Далось мне побывать недавно на его концерте, презентации нового альбома в Риме. И мы туда полетели одним днем, срочно сорвались, потому что мне сказали, что меня за бэкстейдж заведут и познакомят с ним. Когда мы были на концерте, представляете, там было 60 тысяч человек и случилось землетрясение от того, что прыгали люди. Я читал новости про это, да. То есть земля реально волной прям проходила, и я вот так делал, потому что как будто земля вот так волной на меня находила из центра толпой. Тебе понравилось? Бешеные эмоции. Бешеные энергетики, да? Это я даже не знаю. Но я знаю, что Трэйвис качает просто, наверное, мощнее всех. Он еще исторически вывел в период отмен всех брендов Канни Веста на сцену. Это единственный человек, которого он вывел во время концерта. Сказал, без Канни Веста не было бы меня. Канни Вест значит все для нас и для Трэйвис Скотта, и для бренда Трэйвис Скотта. И они там обнялись, заплакали, это прям было. Я предлагаю пополнить коллекцию, хоть одни Трэйвис Скотта вам взять, потому что имея такие две пары, ну на самом деле сердце будет колоть по-любому. И я вот бы эти рекомендовал, потому что они будут по-женской. Это те же, которые у Давида, да? Да, они во-первых, во-вторых, они по женской размерной сетке, и в-третьих, самая новая пара. Все, берем. Берем. Где? Кому кидаем? Есть. Волшебство. Дорогие друзья, скоро уже Новый год, и компании активно готовятся к нему. К примеру, делают различные лимитки, посвященные специально этому празднику. Так, например, Рибок в 2016 году выпустил модель Инстапам, вдохновленную популярным героем Гринчем. Была еще одна пара кроссовок в стиле Гринча. Это модель Adidas Forum Low. Эти праздничные пары могут стать крутыми айтемами в коллекции абсолютно любого сникерхеда. Другие варианты для подарков ты можешь найти у нас в магазине или на Яндекс.Маркете. Тем более, сейчас там можно найти товары со скидкой до 30% от Альфа-банка. На Яндекс.Маркете можно найти много классных вещей. К примеру, в качестве хорошего подарка девушке можно взять светлую пару Adidas Azvigo со скидкой почти 3000 рублей. А другу или парню можно купить базовую футболку от Levi's, которая с карты Альфа-банка будет дешевле на целых 500 рублей. Скидку сразу видно при выборе товара. И сейчас самое время выбирать подарки, ведь акция действует до 29 декабря. Самое главное, оплачивай карты Альфа-банка и переходи на Яндекс.Маркет из приложения Альфа. Если у тебя все еще нет карты, закажи ее бесплатно и экономь на покупках вместе с Альфа-банком. Тут у нас стенд, посвященный Каннивесту. У меня сразу вопрос. Вы много времени пробыли в Штатах. Я у Дениса Александровича спрашивал, но он не супер ярко ответил. А вы были вообще на каких-то совместных мероприятиях с этими людьми? С Каннивестом? Ну, и в том числе, то есть, возможно, у нас кардеши. Ну, мы были с Дрейком. Все эти истории знают не один раз. А их досуг вообще отличается от нашего? Слушай, ну, нет, примерно так же. Но вот единственное, что они как бы как будто все такие супер закрытые, супер интроверты. То есть, ну, как будто бы есть туса. Такая прям туса, все веселятся. И они такие просто вот где-то в углу вот так вот стоят. И не хотят, чтобы к ним никто подходил. Интересно, кстати. Просто отрабатывают время. Где-то слышал, да. Хотя у нас, с другой стороны, все очень открыто. Ну, видимо, из-за менталитета. У нас такое, как комьюнити, скорее, медиа. А у них это единицы какие-то, да? Да, да, да. Не, ну, как бы все, конечно, зависит от человека, я думаю, в первую очередь. Просто может быть один такой, другой другой. Изи-бусты когда-то присутствовали в коллекции? Наверняка. Да, конечно. Когда они только появились, когда они были на пике популярности, естественно, они у нас были всех цветов, всех размеров. И пельмени тоже были. Пельмени, да, и сейчас есть. Я, кстати, пельмени периодически надеваю. И как они? Слушай, вот я их называю... Я не помню, как они. Вот эти просто... Нереально удобные. Облачка. Да, я их называю облачком. Потому что ты впихиваешь ногу, и такое ощущение, как будто ты в маршмэллоу. Да, я согласен. В маршмэллоу запихал ногу, да. Вот эти тоже очень удобные за счет того, что нет фиксированной жесткой подошвы. Как сетка, да, такая они. Нет верха, да, фиксированного. Я так понимаю, мы просто изи посмотрели, потому что их достаточно. Да, потому что их достаточно, да. Ну что, ну ты хотела, ты хотела. Нет, тут уже просто стерла краску с красоткой. Я тогда прошу тебя саму сделать покупку. Кинь, пожалуйста, в человека в синим. Так, ну я бы здесь тоже что-то забранировала. Я вот, это мои. Хорошие выборы. Это Денина, да? А как это на двоих? У вас одинаковый размер? Да. Ой, круто. Ну тебе надо остановиться. Это вообще не круто. Я тебе сильно рекомендую остановиться в росте ноги. Представляешь, какое там наследство? Вообще вот туфельная сумасшедшая. Я уже, нет, просто раньше я могла носить вот только вещи, ну и то не все. А сейчас у меня и обувь, и все украшения, потому что мама тоже мои берет. Нет, просто я просыпаюсь каждый день. И все, и нету, а я хожу в городе. А вечно нет. Я рела, приходит такая потом откуда-то. Джент, я горела! Я это давно взяла. Но у вас гардероб же еще как, ну, у кого-то двухкомнатная квартира, там я был, там очень много всяких вещей. Да, да, и там непонятно вообще. Да, там я даже не замечаю, как она ворот, я замечаю только, когда она уже в ней ушла, погуляла, пришла и сняла. Можно? Так у меня такие есть, зачем? Следующая. Так вот, я бы еще хотела вот такие классические серые, например. Только у тебя Диоры есть, зачем тебе серые? Ну, Диоры все-таки это парадно-выходная пара, и ее лучше, конечно, любить. И тут важный вопрос назревает. Мне вот интересно, так как сейчас ты уже можешь брать какие-то вещи, а вы разрешаете дочери брать, например, куда-то на какую-нибудь дорогую сумку? Нет, конечно. Это правильно, наверное. Я не беру почему-то. Нет, я и недорогую не разрешаю брать. Я вообще ничего не разрешаю брать, она просто ворует. Нет, я сумки, кстати, не ворую. Нет, ну сумки, да, на сумки строгие запрет. Но ты вот сумка Эрме, ты понимаешь уже, что такое ценность в ней? Ну, конечно. Ты понимаешь, что это как бы как часы, которые потом перепродать можно? Чтобы ты понимала, у Ариэла есть сумка. Эрме? Да. О, это, кстати, во второй был вопрос. А как вот это пробалансировать, чтобы правильно отнеслись? Не просто типа вау, а чтобы, ну, понимали, что это как часы сыну. Слушай, Ариэле эта сумка досталась лет в 10. Да. У меня просто была сумка, я не помню, 25-ая она такая, малышка. И Денис мне подарила большое. Я люблю большие, я люблю 30-ые, 35-ые. У тебя будут одинаковые. Да, и они абсолютно одинаковые. Я такая думаю, ну, зачем мне подарю Ариэле? Это было хорошее, но плохое решение. Двенашечку евро, так. Да, да, да. Ну, как бы, во сколько, в 10-9 лет. Да, но я просто ее не носила, в том прикол был. Потому что мне было ее жалко. Не носила, ей было жалко, но при этом ценности. Лея просто, пока мы болтаем, кидает кроссовки. Просто без бега. А я вас забалтываю, у нас есть сговор просто. Я вас забалтываю, а она чайчик набивает. Ну, короче, естественно, в этом возрасте 9-10 лет. Эта сумка для нее не имела никакой ценности. Ну, она и для меня как бы не имела никакой ценности. Потому что у меня была вторая, та, которая нравится мне больше. Да, я ее очень редко ношу, она еще такой цветоспецифичный. Ну, реально миллиона полтора сейчас такая сумка стоит. Да, потому что у нас, честно говоря, в семье как бы у нас нет культа вещей. То есть начнем с этого. Не скажешь так, по-моему, конечно. Нет, у нас вещей много. Кисть как будто все остатки отгружает просто, которые остаются. Нет, ну, насчет Дениса, насчет Дениса, нет, у него на самом деле тоже нет культа вещей. Ну, кроссовки только, да. Да нет, это даже кроссовки. У нас избыток вещей, но как бы для меня, например, без разницы, одеть там русский бренд какой-то. Интересно. Или одеть Balenciaga. Вы сейчас ни за чем не охотитесь, нет чего-то. Вообще. Когда, короче, все ушло из России. Когда курс валюты изменился. Да, когда изменился курс валюты, да. То есть как-то, знаешь, даже типа потребность пропала. Как будто искусственная была вообще нужда в этом все. Да, то есть раньше ты такой, типа, приезжаешь, ну, как будто бы, типа, тебе хочется. А сейчас приезжаешь, ничего нет. И ты такой, да нет, и не надо. Все, не надо, да. Да, реально. И русские производители стали делать реально просто офигенные вещи. Да, серьезно. А может быть тогда мы и поддержим вообще отечественных? Может, назовете топ-3 какие-нибудь свои русских брендов? Вот прям топ-3. Диэла, например, обожает манекен. Я так понимаю, вот эта пара не продается, мы ее поставим в витрину, потому что вы ее так долго держали, что как бы она теперь звездная получилась. Нет, она все уходит к нам. Тут у нас меды. Кстати, меды, не очень любит меды мужская аудитория, потому что это что-то среднее между низкими и высокими Джорданами. Ну, мне вот эти нравятся, Лея, тебе вот эти нравятся? Да, красивенькие. Можно нам два раза кинуть? Один раз кидаем. Ой, я, кстати, у тебя укралась. Лея, теперь ты кидай. Теперь ты кидай. Уи! Это считается редкая достаточно модель. Она у нас начинается от 269 тысяч рублей. Кидаю. Кому кидать, кому кидать. А где, а куда? У нас на втором этаже, перед тем, как посмотреть одежду, мы хотим чуть-чуть посидеть с вами, поболтать. У детей недавно стартовал собственный YouTube-канал. Вот давай у тебя спрошу, как у старшей, получается, ты твой канал, получается, ты старшая по каналу. Ну, да, потому что в основном я снимаюсь, потому что их сложно снимать, они еще маленькие. И вот у них есть желание результата, а делать они что-то не хотят. Они думают, что сразу все получится, а так, ну, так не работает. Абсолютно. Съемки, вот даже со стороны, есть какие-то прям очень глупые ролики, ну, которые вот челленджи, вот это все вот реально, или просто снять, помочь, это всегда сложно. Вот то, что в кадре 5 секунд, снимается на самом деле минут 15, да, либо час даже. Какие планы по YouTube-каналу? Канал детский, общий, семейный. Да. Такой. Когда он разовьется до определенного количества подписчиков. Разделим. Да, мы всех их разделим на отдельные подкатегории. Это суперподросток, это типа подросток помладше к тому времени будет. Майя будет где-то там, ей, наверное, будет лет. Там будет обзор кинеров такое. Да, лет 9, наверное, 8 к тому времени. Ну, и Давидик мелкотня, там распаковываем подарки, распаковываем игрушки. И ты представляешь, мы покроем полностью весь сегмент аудитории. У тебя вот какой план собственного канала, когда будет разделение? Ты в какую сферу хочешь идти? Ну, я, наверное, как уже, типа просто такое, как вроде бьюти-канал, но больше такое, как бы там и про вещи, вообще про все. Такие прям, я не знаю даже, как назвать. Мы изучили, посмотрели ваш YouTube-канал, что вы там делаете. И мы сейчас предложим вам некий челлендж сделать со мной, с моим лицом. Поэтому у меня оно располовинено. Мы сейчас, каждый из вас, завяжем глаза. Вот там стоят кроссовки. Мы их все перемешаем. Вы выберете по одной паре. И вот цвет, который вы выбрали, вам дадут аквагрим, вы пополам мое лицо раскрасите. Тут кроссовки рукой по столу вот так проводишь. И выбираешь любой. Вот первый, вот второй, вот третий, вот четвертый. Так. Так, ну, наверное, я хочу самый яркий. Напишите догадки в комментариях. Выбрала. Все. Вот тут кроссовки все. Ну, окей, вот эти, какие-то странные, ну ладно. Окей. Денис Александрович. Мы почти все в сборе. Да. Добрейшего вечера. Как вам работа ваших дочерей? Вообще хорошая работа. Мне нравится. Очень тонкий, видно. Стиль тонкий. Очень. Мазочки такие. Толстый. Рукомайзер, толстый. Как вам YouTube-канал детей? Что вы вообще про это думаете? Будете ли сами там появляться? Ну, пока нет. Пусть они пока сами там появляются. Очень много разных соприкосновений стиля. И, как бы, если вы полностью стритвир-культуру представляете, то у вас это какой-то хай-фэшн иногда, иногда это какие-то очень женственные вещи. Но при этом фанат ли вы бренда Kiss, например? Я? Да. Нет. Ну, я вот для себя там ничего не хожу. Покупал. Пытались. Пытался. Но не... Ну, там более такой, более спортивный стиль. Не, ну что-то на силу она... Ну, вот тут, как пример, если взять какие-нибудь медийные пары Запада, да, то очень много у них есть стиль, когда они выходят там на Каннский фестиваль, допустим, да, и есть стиль, когда они просто там в городе их ловят папарацци, да, и они в таких мешковых, кроссовочных историях, они очень такие по-стилевому, по-уличному одеты. Не, ну у нас тоже есть такой стиль, когда на рыбалку ходят, типа крокса, там, драные старые штаны, рваные. Все такие, что это за новый бренд, концептуальная Япония какая-то. Как мы это называем? Мэтт Галла Фишинг. Да, Мэтт Галла Фишинг мы это называем, мы одеваемся просто, как просто полные бомжары. Прошу посмотреть Суприм. Оксан, вам, наверное, ничего не предложу здесь. Денис Александрович, вы, как человек, который... Не влезай, не влезай, не влезай в Суприм. О, а вот это интересная история. О, вот это красиво, да. Вот такое даже мне нравится. И размер XL, да? XXL. Вот это вообще идеально. Это мы едем, получается. Это мы берем. Смотри-ка. Вообще супер. Классно. Супер. Любимая любовь детей. Дети очень хотели, этот стенд дети очень просили. Этот стенд, это Трэвис и Скотты. Все? Весь стенд полностью мерч Трэвиса. Покажи, пожалуйста, людям. Миру. Трэвис и Скотт Роралд. Тут ничего нет, тут есть. Что-то, возможно, из нашей особенной обуви, которая у нас в боксах стоит здесь. Вот. А чем особенности? На самом деле не прям чем-то особенным, просто меняем. Стараемся менять ассортимент, чтобы это выглядело живым и интересным. Это у нас всегда стоит здесь. Гринчи. Это я вообще-то выбрала. А зачем она за мной повторяет? Я ухожу. А вот как вы такие споры разрешаете? А, уходите, да? Вот как сейчас, типа. Пойдем, посмотрим туда. Ты кинешь гринчи? Будем гринчи брать. Волшебно. Итак, пока старший участвует в важнейшем чемпионате мира, мы не можем его отвлекать. За ним наблюдает куча людей, твич-просмотры и, ну, спонсоры там бешеные. А у нас сейчас какой процесс? У вас чек, что меня очень радует. Учитывая мое лицо, по мне видно. Все мои эмоции видны по мне. Надо сейчас на телефоне, в калькуляторе попытаться без скидки угадать цену. За все, что мы взяли? Да. Я напишу свою, а вы свою. Блин, ну ты уже примерно должен знать. Я почти никогда не угадываю. А, серьезно? Да. Вот столько, думаю, я. Вот так вот просто, да? Окей, да. Вот столько. Вот такая сумма от Ари. Без учета скидки, которая будет чуть попозже, у нас получается 1 миллион 70 тысяч рублей. Что? Я почти в два раза не угадала. Это ты сколько написал? Очень, очень миллион 400. Миллион 400. А сколько со скидкой? Со скидкой будет? Что скажем? 749 тысяч рублей ровно. Придень мне было 720. Так, пин-код мы не подглядываем. Волшебно! Оплата прошла. Волшебно. Спасибо огромное, что посетили наш в этот поздний час. Девочки, вам как, понравилось? Отлично, все. Во второй раз, мне все нравится. А в первый что? А, уже второй раз? Отдельно огромная благодарность, что пришли от меня, потому что, в принципе, если бы не вы, мой бизнес такой, какой он есть на сегодняшний день, бы никогда не получился. Я вам безумно благодарен. Я вот как будто ваш такой крестник. Вы смотрите, наблюдаете, я вас не подведу. Очень рад. Итак, спасибо огромное, что посетили нас. Спасибо. Во второй раз. Отдаю все ваши пакетики. У нас, кстати, дорогие друзья, новые пакеты, шоперы будут доступны для покупки. Ссылки в описании. Очень удобные, да. И недорогие. Пишите, кого вы бы хотели видеть еще. Спасибо огромное, что пришли, хотя никуда не ходите. Я бы обнялся, но не буду. Да. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok